Давайте тогда поехали. Суть в чем? Месяц назад ездили в Киев мы на конференцию DevPoint Architect 2017. Она проходила в Киеве, выступали там разные люди, в том числе Uber, Booking.com, Badoo с двумя докладами, «Украинская правда», «Концерт.ua». Рассказывали они о своих решениях, как они решали какие-то определенные проблемы. Ну и в конце можно было пообщаться непосредственно с докладчиками. И были достаточно интересные доклады. Но вот «Концерт.ua», например, они выступили, честно скажем, не очень так. Лили воду, рассказывали. Но там зато я наконец-то для себя выяснил интересный момент, что будет, если два человека одновременно попытаются заказать один и тот же билет. Оказалось, да, у них есть определенная задержка. Но когда один человек уже купил, второй сразу уже не может его купить. То есть это уже на бэкэнде будет проверяться. То есть он на фронтэнде его забронирует. В браузере будет показано, что он его забронировал и собирается купить. А через базу данных оно не проведется, потому что эта запись уже есть. Была «Украинская правда», делали доклад о том, как они защищаются от DDoS-атак. Кроме того, что у них есть самописный фаервол на C, который работает на уровне сетевой карты, достаточно низко. Они еще генерируют, оказывается, все свои страницы в статику. То есть когда мы заходим на сайт «Украинской правды», «правда.com.ua», мы видим на самом деле не PHP-шную страницу, у них он на PHP тоже работает, не PHP-шную страницу, которая фреймворком генерируется, а статическую HTML. За счет этого они очень экономят ресурсы процессора. Ну, первый же вопрос, конечно же, им было, извините, а сколько весит ваше все? Оказывается, за 10 лет они накопили порядка 15 гигабайт всего своего контента. И причем даже блок с комментариями, когда человек добавляет комментарий, и этот блок с комментариями тоже сразу же на лету генерируется в статику. Ну, в Bado выступали с достаточно интересными докладами. Один был о шардинге. Если кто не знает, Bado позиционируют себя, по крайней мере, как социальная сеть, а по факту просто сайт знакомств глобальный. И одна была статья у них о шардинге, как они делили таблицу с юзерами на несколько серверов. Ну, рассказывать об этом, это выходит за рамки наши. Я думаю, мы тут на несколько часов засядем. А интересный момент был о том, как они поступили с оптимизацией, а точнее с мертвыми пользователями, которые давно не заходили на сайт к ним. Ну, как вы знаете, каждый год сервера обновляются, обновляется железо, каждый год улучшается производительность. То есть, если, грубо говоря, за 2000 долларов в прошлом году вы купили один сервер, то в этом году вы можете уже мощнее купить за эти же самые деньги. И вот такие вот старые сервера, которые, ну не выкидывать же, которые еще не на SSD-шках, например, с пониженной производительностью, на них разместили так называемое кладбище. Туда разместили юзеров, которые редко заходят. Ну, они, сколько, по-моему, 180 дней они приняли, ну, полгода приняли такой порог, что если пользователь не ходит, значит, его туда перемещаем. И когда пользователь первый раз заходит, оно относительно долго грузится, его страница, потому что он перемещается в активную таблицу. И на этом они, скажем так, избавились от определенного балласта, что только активным пользователям предоставляется хорошая скорость. Вот. И еще один доклад у них был от деплоя, как они деплоят, собственно говоря, свой код. Давайте посмотрим, вот, что такое Badoom. Ну, цифры приведены с их, конечно же, проверить их никакой возможности нету. Вот. Они медленно росли. Вот. Если еще, по-моему, кажется, в 2012 году они говорили, что их билд был не 900 мегабайт, а значительно меньше, около 600, а количество серверов было около 1000. Вот. А сейчас у них 11 миллионов ежедневных пользователей, уникальных. Вот. И 150 тысяч файлов. Это мы сейчас говорим о PHP. Вот. Это PHP-код. Вот. Плюс определенные артефакты в виде минимизированного JS, CSS и всяких спрайтов. Вот. Вот. Жизненный цикл задачи в Jiri. В принципе, что у них, я думаю, у нас он тоже такой же. И у вас, я думаю, в том числе. Таск открывается. Дальше он in-depth. Дальше тестер его тестирует. Если все хорошо, он переходит в состояние ready to build. Вот. И дальше он билдается. Немножко происходит определенной магии. И он уже на продакшене. Вот. А количество выливаний на продакшен у них 2 в сутки. Но это 2 полноценных плюс хотфиксы. Про хотфиксы не сказали сколько. Ну, конечно, есть. Но есть, скажем так. Вот. И, собственно говоря, вот на вот этом вот моменте, на вот этом вот месте в жизненном цикле задачи мы и будем разговаривать. Так, давайте посмотрим, какие есть деплои. Ну, первый, самый простой метод нам приходит на ум. Это файл зилой заливать по FTP. Это, наверное, все с этого когда-то начинали. Вот. Ну, тут даже, в принципе, его можно и не обсуждать. Тут и так понятно, какие минусы. Непонятно, какие файлы заливать. Обычно заливают это все пачкой. Вот. Это большая нагрузка на сеть, большая нагрузка на железо. Вот. И тут даже нечего говорить. Второй вариант. Это заходим по SSH. Вот. И если у нас есть система контроль-версия, скорее всего, она у нас есть, пишем что-нибудь типа GitPool. В результате мы получаем значительно меньшую нагрузку на сеть. Вот. Простоту. Просто надо написать одну команду. Вот. И получаем только те файлы, которые мы хотим. То есть, те файлы, которые были изменены. Git это берет на себя. Вот. В этом шаге, в этом методике есть определенные минусы. Не предусмотрен шаг сборки. Сервер-репозитория узкое место. И деплой не атомарный. Вот. Что такое атомарный деплой мы рассмотрим на следующем слайде. А по поводу сервера-репозитория, что это узкое место, мне кажется, бадушники здесь слукавили. Вот. Они утверждают, что нет никаких решений. Или, во всяком случае, они не нашли. Потому что Git это все-таки не та программа, которая предназначена для раздавания файлов на 2000 серверов. Вот. И поэтому они утверждают, что оно работает очень медленно. И решений никаких у них нет. Вот. Но я думаю, у GitHub и у популярной репозитории тянутся постоянно. Я думаю, у GitHub что-то на этот счет есть. Ну, под GitHub я понимаю и GitLab, и Bitbucket, и GitHub, и все эти репозитории. Вот. Так что тут вопрос несколько спорный. Но, в принципе, главное, что деплой это не атомарный. Что такое атомарный деплой? Давайте посмотрим. Предположим, какой-то юзер зашел, исполняется скрипт. Вот здесь функция ducalc. Вот. И вот в этот момент кто-то делает GitPool. Вот. В следующей строчке мы делаем new bar. Делаем instance от класса bar. Вот. Но оказалось, что во время GitPool этот файл bar.php был переименован в bar2. В результате этот пользователь получает фокал, что файл не найден. Вот. И то есть нам надо как-то сделать так, чтобы во время нашего деплоя те пользователи, которые начали работать с нашими скриптами до деплоя, продолжили работать со старой версией, а новый пользователь уже с новой версией. То есть деплой либо есть, либо его нет. Вот так. То есть он не может быть в каких-то средних состояниях. А чуть позже мы вернемся к проблеме этого атомарности, как она решается. Деплой с помощью программы rsync. Я думаю, вы знаете, что это такое, поэтому останавливаться конкретно на ее описании не будем. Один из ее плюсов – это отправка только изменений. Вот. Только измененных файлов на удаленный сервер. Вот. Это, конечно же, значительный плюс. В некотором смысле это как гид отправляем только то, что нам нужно. Ой, прошу прощения. Так, да, мы отправляем только то, что нам нужно. Но, чтобы определить, какие конкретно файлы у нас изменились, каждая из сторон должна посчитать хэш-сумму по MD4, если я не ошибаюсь, по этому алгоритму. Вот. И вычисление этих статов по их бадушникам оценка занимает примерно 3 мегабайта трафика на эти 150 тысяч файлов и 1 секунда процессорного времени. Ну, вроде бы немного. Но, с другой стороны, если у них 2000 серверов, то это уже более серьезно, чем просто 1 секунда кто-то подождет. Плюс, опять же, нагрузки на сеть у них нету и не атомарный деплой. Дальше. Один еще из вариантов это деплой одним архивом. PHP-архив, он же FAR, Hip-Hop Virtual Machine, HHH-HBC, либо каким-нибудь TAR-GZIP. Вот. Вместе с этим они пробовали использовать еще связку с протоколом UDP, который для бродкаста используется, но в оригинале не гарантирует доставку. Но здесь вот написано плюс NAC, это Negative Acknowledgement. Это примочка к нему, которая уже проверяет доставку, доставленную или нет. Вот. И этот же файл можно при помощи P2P-сетей, это BitTorrent, скажем так. Вот. Решение вроде бы для торрента они находили, но у них почему-то, опять же, оно не прижилось. Торрент, это, соответственно, если мы используем P2P-сети, соответственно, увеличивается скорость раздачи файлов, потому что качается не с одного места, а каждый друг другу отдает. Вот. Легкая проверка целостности есть, это при помощи MD5 или даже CRC-232 хэш-сумы файла, правильно ли пришел этот файл. Вот. И достаточно просто, просто отдавай файл. Все. В одном файле все упаковано. Вот. Из минусов. Большой объем трафика, потому что мы передаем целый весь файл. Вот. Большая нагрузка на дисковую подсистему. И существующий код требует адаптации, прежде чем его запихнуть в фар-архив. Скорее всего, если вы попробуете просто взять свой код и запихнуть, скорее всего, какая-то ошибка довылезет. Вот. Это был еще один способ. Теперь давайте посмотрим на решение проблемы атомарности. Вот. Они решают ее припомнить. Если быть точным, то это не они. Вот. Но это система, место от которого они начали отталкиваться при решении проблемы атомарности. У нас есть сим-линк. Вот. И есть папки с кодом. 121, 122, 123, 124. Это, соответственно, версии, которые мы деплоили. Вот. Предположим, что сейчас у нас актуальная 121. Дальше мы заливаем 122. А папка local.vvv, директория Apache, соответственно, она пустая. И есть у нас сим-линк. Вот. На папку local.code.121. Вот. Как только мы заканчиваем заливку 122, мы переключаем наш сим-линк на папку 122. В результате все новые пользователи, которые придут к нам после этого переподключения, они будут обращаться к 122. Вот. А для пользователей, которые до этого, чьи процессы еще обрабатываются, вот. Для них мы в загрузчике пишем вот такую вот константу. Define root pass, двойное подчеркивание, дир. И всегда теперь отталкиваемся от нее. Когда мы пытаемся произвести какую-нибудь автозагрузку класса там full или bar, вот. Мы в нашем загрузчике отталкиваемся уже от реального пути. То есть он будет смотреть не на local.vvv, а на local.code.121. Соответственно, старые пользователи будут работать в папке 121, новые в 122. Вот. Идея эта достаточно популярна. Предложена она была вот этим вот дядькой. Кстати, кто-нибудь знает, кто это? Алло? Не-не-не, я лично его не знаю. Это Rasmus. Один из авторов языка PHP. Вот. И вот по вот этой вот ссылке вы можете посмотреть. Он написал модуль для Apache, который помогает нам туда-сюда переключать. Вот эти вот сим-линки. У NGINX оно, по-моему, из коробки работает. Вот. Если интересно будет, загляните. Вот. И по большому счету, и как утверждали сами подушники, это для многих проектов, это место, пожалуй, где стоило бы и закончить. Вот. Или даже начать. Если есть проблемы с деплоем, отсюда следовало бы и начинать. Вот. Ну, если бы это было все, тогда бы не было бы интересного доклада. Правда? Вот. И они решили пойти своим путем и создали систему, которая называется MDK. Сокращенно Multiversion Development Kit. В чем суть? Берем снэпшот версионирования из Git. Если кто-то работал с SVN, знают, что в SVN каждый следующий коммит – это, так сказать, патч. То есть список изменений в файле. В то время как коммит в Git – это как бы снэпшот файловой системы. Вот. Переименовываем файл.php в файл.php и добавляем версию коммита из Git. Под версией здесь понимается хэш-код. У каждого коммита, как вы знаете, есть в Git хэш-код. Либо полный, либо шестизначный. Вот. И все. Профит. А теперь как же это работает? Давайте посмотрим. Вот. Смотрели. Предположим, у нас есть папка root. Вот. У нас есть current.map файл. В нем записан текущий наш последний коммит. В данном случае это вот 1e.ff23. Вот. Их эта система, MDK, смотрит в этот current map. Есть ли у нас карта к этому коммиту? В данном случае у нас есть. Вот это 1e.ff23. Вот. Там записано, что в этом коммите актуальная версия файла. Это, соответственно, 1e.ff23. Вот. А.php и B.php. Вот. Теперь, конечно же, вы спросите, а как же Apache-то обрабатывает такие расширения? Вот. Конечно же, без индекс.php у вас ничего не будет. Вот. В реальном файле a.php записана вот такая вот вещь. Они, MDK. А, кстати, оно писано на Python. Ой, простите. На Go. Они так это подчеркнули, что писано на Go. И, соответственно, у нас от этого высокая производительность. Вот. Так вот. Require once. Делаем файл MDK.inc. И вызываем функцию из этой MDK. MDK.resolve.pass. Вот. И, соответственно, когда мы вызываем вот этот Resolve.pass, она возвращает в данном конкретном случае a.php. точка 1e ff23. Она нам вернет. Вот. Смотрим дальше. Предположим, у нас произошел коммит. Вот. Пришел новая карта. 14e ff22. Вот. В ней мы видим, что файл a остался точно таким же. Файл b немножко изменился. Вот. И, соответственно, у него хэш-код коммита будет такой, как у карты. Вот. Сейчас на данном системе это MDK подтягивает новый файл. b.php 14e ff22. Вот. Он лежит рядом с оригинальным, так сказать, b. Вот. Никуда не девается. Вот. А current.map переключается на новую карту. Вот. И, соответственно, в этот момент все новые пользователи, которые к нам приходят, они будут работать, по карте 14e ff22. Соответственно, если мы из файла a вызываем файл b, вот, то мы будем работать не с 1e ff23, а с 14e ff22. Вот. А вы сейчас спросите, а как же со старыми пользователями и некоторыми долгоиграющими скриптами? Вот. По их словам, у них есть скрипты, которые работают вплоть до нескольких часов, а в редких, очень редких отдельных случаях могут работать и вплоть до суток. А ответ прост. А загрузчика, конечно же, это все дело требует апдейта загрузчика классов. Вот. Загрузчик уже зарезолвил старую карту 1e ff23.map. И, соответственно, работает со старыми версиями файлов. То есть, если нам понадобится файл из a, мы инклюдим b, вызываем, то мы, соответственно, вызовем точно такой же 1e ff23. Вот. То есть, они как бы остаются в своем гитовском снэпшоте. Вот. Я вам рассказал, но я не знаю, понятно или нет. Вот. Ну, вроде бы, старался понятно. Что еще? Вот. У них есть... Можно зайти на сайте tag.badoon.com и посмотреть, если вас это заинтересовало, то можно там найти информацию об этой системе. Ну, вот. Их ней. Вот. Я, правда, не помню, выложили ли они исходники. Вроде бы, обещали. Вот. Ну, пожалуй, на этом все. Ну, вот. Можно задавать вопросы. Да, в принципе, ты так понятно все объяснил. Довольно интересная система, на самом деле. Я просто с дипломом PHP-кода еще не сталкивался, но теперь буду знать варианты. А скажи мне, пожалуйста, докер из тех, кто там... Ну, вот именно из крупных игроков, я так понимаю, докер там как бы не в части его не используют. В том смысле, что тоже можно красиво переключаться и все это дело делать. И, в общем, как-то... А ты знаешь, о докере говорили. О докере, в частности, говорил Uber, что они его используют. Да, Uber был первым из докладчиков. Вот. Но у них доклад был такой, знаешь, больше хай-левельный. То есть, рассказал вообще и обо всем, нежели конкретные решения. Они говорили, что у них используется докер, но не по части деплоида. Точнее, это не было сказано, что мы его используем для каких-то этих вещей. Вот. Насчет бадушников, если у них докер, я не знаю. Но вообще, насколько я знаю, насколько я понял, вот, насколько я в тренде, докер используется. И используется активно. Хотя, вот, есть некоторые люди, которые его называют, что это модные приблуды, как вот, вы знаете, в джаваскрипте постоянно тенденции туда-сюда меняются, то тем мода приходит, то мода уходит, и все оно вот такое вот невнятное. Вот. Некоторые считают, что докер вот это из этой серии не успел появиться, а уже все это радуются, а какой он классный. Вот. Ну, мы, вот, могу сказать, использовали докер в своих проектах вместо Vagrant. Вот. Как минимум, мы получили огромнейший прирост при старте, времени, если Vagrant у нас, три машины у нас стартовало, если с нуля, то это порядка 7-10 минут. Вот. Если не с нуля, провижен уже есть, ну, около минуты. Вот. Докер стартует, ну, практически мгновенно. Вот. Опять же, он потребляет меньше ресурсов. Вот. Но для деплоя я тебе не скажу. У нас есть для этого девопсы. Вот, к сожалению, они в Днепре. Если что, я сейчас из Львова вам вещаю. Вот. А они в Днепре, и я с ними, по этому счету, не контактирую. И поэтому не могу сказать о докере для деплоя. Ясно. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Ну что, еще кто-нибудь хочет высказаться? Руслан? Богдан? Да, я вот, да. Я вот только что и говорил. Слышишь? А еще такая холиварная тема. Они там не вещали на тему. Мы, типа, будем с ПХП спрыгивать на Гоу там или еще куда-то. Потому что я вот был на конфах, и очень часто те, кто именно в крупном энтерпрайзе, вот, те, кто начинали с ПХП, типа, потом со временем, мол, говорят, ну, типа, надо что-то менять, потому что производительность и все такое. Нет, нет, такого, во-первых, темы не было. И, если честно, я с ней не соглашусь, потому что тот же ПХП за последние несколько лет, он, конечно же, в роли догоняющих, например, тот же композер по сравнению с Джаловским Мэйвеном. Это вообще, ну, детские шутки. Я не знаю вашу специализацию, к сожалению, но композер, если что, это менеджер пакетов, вот, для ПХП. Вот. И это, конечно же, детские шутки по сравнению с этим Мэйвеном, но, тем не менее, этот же композер, он идет по следам, вот, соответственно, он не делает определенных ошибок. И в комьюнити ПХП сейчас, ну, довольно большой, как сказать, ну, не скачок, что ли, много классных вещей появилось. Например, те же подушники, они перевели себя на седьмую версию и очень рады, и у них прирост производительности просто из воздуха получился почти в два раза. Это связано с тем, что, опять же, седьмая версия ПХП, она уже сама по себе достаточно оптимизирована, если знакомы с хип-хоп виртуал машин от Фейсбука, вот этот HHVM. Вот. На пятой версии она, конечно, да, помогала. Вот. А когда уже вышел ПХП 7, этот седьмой из коробки, он по скорости уступает совсем чуть-чуть, там буквально несколько процентов. Вот. Зато вообще никаких танцев с бубном, со всякими этим виртуальными машинами. Уже все, из коробки доставай, бери, пользуйся. Вот. И мне кажется, вот эти вот, как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Вот. Также и ПХП, слухи о смерти его, это, отодвигаются как минимум еще дальше. Опять же, если вспомнить, например, топ-5 языков, которые 10 лет назад были, вот, в принципе, это все и осталось. Разве что Гоу к этой компании активно трекся. Опять же, поменялись они местами. Джава-скрипт резко выпрыгнул вверх, а топ-5, пожалуй, так и остался. Вот. Единственное, для чего, вот, Concert.ua, они делали PHP, помните, может быть, такую фразу, PHP создан, чтобы умирать. Умирать в том смысле, что скрипт запустился, отработал, завершил свою работу, и программист вообще не должен париться о том, что какое-то поле в классе не обнулилось, не сбросилось. Вот. Вот, этот скрипт умер, все, его в памяти уже больше нет, до свидания. Вот. А они делали, как бы это сказать, короче, скрипт, который постоянно висит в памяти и обрабатывает события. Я сейчас не вспомню название, на какой системе они это делали. Вот. И они делали это на PHP. Так вот, они говорили, что в следующий раз, скорее всего, на PHP мы это делать не будем. Ну, извините, это уже приблуды всякие, эти попытки приделать костыли туда, там, ну, на ту вещь, которая для этого не предназначена. Но, с другой стороны, у них это все завелось, у них это работает. И сейчас, когда вы бронируете, кстати, Concert.ua, они были, с чем связан был ихний этот апдейт, потому что они были выбраны комиссией по телевидению и радиовещанию перед Евровидением, как официальный продажник билетов. Вот. Соответственно, им надо было все это, привести всю свою инфраструктуру в порядок перед этими продажами. Ну, вот, собственно говоря, они и привели. Вот. Но, опять же, они утверждают, что в следующий раз, скорее всего, на PHP будем не делать, не будем делать, для этого есть более подходящие языки. Ну, я думаю, имелась в виду та же Node.js. Мне кажется, это более подходящее для них. Вот. Ясно, спасибо тебе большое.